В эфире РБКО ФАМО вещаем из отеля Шаратон. Я Лена Эпштейн, здравствуйте. Сейчас главная региональная новость к этому часу. Сегодня в столице республики пройдет единый день консультации, приуроченной к десятилетию образования Росреестра и 20-летию создания системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество в России. Специалисты Росреестра обсудят с жителями республики вопросы деятельности ведомства, а также способы получения услуг Росреестра в электронном виде на 130 площадках по Башкортостану. На консультациях поднимут такие вопросы, как постановка на государственный кадастровый учет, регистрация прав, кадастровая стоимость недвижимости, государственный земельный надзор. Подробная информация на официальном сайте администрации Уфимского района. Башкирская микрокредитная компания с 1 марта текущего года снижает ставки по займам для малого бизнеса. Кредит под 7,5% годовых могут получить предприниматели в сфере производства, внутреннего туризма, социального предпринимательства и обрабатывающего производства. И под 9 годовых в сфере сельского хозяйства. Как сообщили в самой компании, тренд на снижение процентной ставки по микрозаймам для предпринимателей сформировался в прошлом году в рамках системных мероприятий региональных властей по господдержке малого бизнеса. Отмечу, что на 2018 год Минэкономразвития России установила конечную процентную ставку по программе микрофинансирования малого бизнеса. Не выше двукратного размера ключевой ставки Банка России. За прошлый год предприниматели, получившие микрофинансовую поддержку, обеспечили больше 10 миллиардов рублей оборота продукции и услуг. Учитывая достигнутые результаты, Минэкономразвития России приняла решение в текущем году предоставить дополнительно 52 миллиона рублей из федерального бюджета на дальнейшее развитие микрофинансовой поддержки в Республике Башкортостан. Работа башкирской микрокредитной компании в прошлом году получила положительную оценку на федеральном уровне. Объем микрофинансовой поддержки малого бизнеса в регионе за 2017 год превысил 350 миллионов рублей. Основные критерии поддержки – прозрачность предпринимательской деятельности, наличие официальных рабочих мест и налоговых отчислений в бюджет. Сегодня в столице Республики стартует третий республиканский фестиваль «Молодое кино Башкортостана». Молодые кинематографисты Уфы покажут свои новые картины жителям Республики на площадках кинотеатра «Родина» и киношколы «Мидпоинт». Всего будет показано шесть короткометражных фильмов. Также пройдут мастер-классы по продюсированию и использованию приемов написания сценариев повседневной жизни. Организаторы Союза кинематографистов Республики и Молодежный центр Союза кинематографистов Башкортостана. Подробная информация на официальном сайте Управления по культуре и искусству администрации Уфы. Фестиваль продлится до 3 марта включительно. Информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллары евро синхронно выросли. Курс доллара вырос на 70 копеек и оценивается в 56 рублей 37 копеек. Евро в плюсе на 24 копейки 68,90. Лучшие обменные курсы на данный момент. Покупка доллара в банке Юнистрим за 56 рублей 20 копеек. Продажа в Тимер банке за 56,54. Наиболее выгодные предложения покупки евро также в Тимер банке и банке Финнам за 68,75. Продажа в банке БКС за 69 рублей 4 копейки. Комиссия до 3% за обменную операцию. Это был утренний выпуск новостей на телеканале РБК АУФА. Смотрите наши выпуски в течение дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова